В первом приближении мы закончили демонстрацию основных действий в рамках разминочного комплекса. Ну, то, что обычно называем СФП, все речь – специальная физическая подготовка. Значит, если вдруг кому-то хочется этот материал рассмотреть более обширно, то, не знаю, сможем же выложить ссылочку на соответствующий фильм. То есть там есть часа два с половиной, наверное, учебный фильм, полностью посвященный специальной физической подготовке. Там гораздо более обширно в смысле диапазона разминочных всякого рода упражнений. Вот, там комментарии, объяснения. Вот, но это именно для тех, кого интересует, ну, грубо говоря, такое серьезное, углубленное изучение, вот, этого чудного феномена. Вот. Значит, что мы собираемся делать дальше? Дальше мы начинаем объяснять, рассказывать, показывать уже что-то, касающееся работы оружием. Да? То есть сразу хвататься за оружие – да, это дело такое чертовски печальное, да, вот, потому что даже вот народ, который занимается тем же самым СФП, там, полгода, иногда год, да, пытаются работать клинками на хорошей, высокой скорости, да, они вдруг обнаруживают, что у них чисто физически организм не выдерживает сколько-нибудь серьезных скоростных силовых нагрузок. Вот. Но мы делаем что? Мы предполагаем, да, что человек уже существенную часть времени занимался специальной физической подготовкой и может, да, держать в руках оружие, и не просто держать, а даже двигать им достаточно быстро, достаточно сильно. Вот. И мы подбираемся к забавной совершенно вещи, да. То есть, если мы вспомним ту самую чудную классику, да, господина Мольера сочинения «Мещанина во дворянстве», да, вот, там среди персонажей есть такой учитель фехтования, да, который выдает ту самую формулировку, которую, ну, с тех пор уже многократно цитировалось много тем, иногда даже без указания источника, вот, и стало практически уже труизмом, да, фехтование есть искусство наносить удары самому, их не покучая, да, вот. Соответственно, мы начнем разбирать, причем разбирать с разными видами оружия, с разными, ну, как сказать, школами, техниками, все по чуть-чуть, вот. Мы будем разбирать, каким образом, да, кем или иным оружием полагается пункт первого удара наносить, пункт второй совершать действия, которые препятствуют получению ударов. так, завернул, вот, то есть то, что у товарищей спортсменов именуются атаки и защиты, да, вот, вот мы будем старательнейшим образом разбирать, да, разное от простых до сложных, да, атаки, разное защиты, вот, в соответствии с этим получается, что, то есть отдельно рассматривать защиты и отдельно атаки есть занятие глубокое, принципиально бессмысленное, потому что это мы будем рассматривать это в некоем комплексе, да, вот. мы будем рассматривать варианты возможные, мы будем рассматривать, опять же, разные виды оружия во взаимодействии, видите, потому что есть ситуации, да, там, тех же самых поединков, да, вот, которые проводятся там на определенных условиях, спортивные поединки, турнирные, и там подразумевается, что, там, дуэли, опять же, подразумевается, что оружие плюс-минус одинаковое, да, вот, мы будем рассматривать ситуации с разным оружием, мы будем рассматривать ситуации с некими, ну, вплоть до неких таких умозрительных построений, да, у меня, вот, одна из любимых историй, это когда я на тренировках добрым людям показывал, что такое парирование рапирой рубящего удара ломиком, вот, то есть, если правильно выстроить физику процесса, если у вас есть соответствующая подготовка, как вы так сказать, ну, вот, вашего тела, да, в том числе можно именно рапирой парировать удар ломика, вот, ну, как, собственно говоря, и наносить колющие удары тем же ломиком или топориком, вот, то есть, все вот это вот-вот будем показывать, будем разбирать, вот, и будем со всей возможной тщательностью проводить разнообразные эксперименты. Как-то так.